Владимир Путин заявил, что сбор зерновых в этом году может оказаться рекордным за всю историю России, а затем и вовсе лично меня к стенке припечатал, когда сообщил конкретные цифры по будущему урожаю. 130 миллионов тонн это вообще вот столько ожидается, 87 миллионов чисто пшеницы. Простите меня бестолково, а как наш президент с такой точностью предсказал прорывы в сельском хозяйстве 2022 прям до килограмма? Посевная еще только идет, недавно началась. Каким будет лето тоже толком непонятно, ну вы же знаете наших синоптиков, они там всю дорогу в угадайку играют. Не забываем также, что вследствие известных событий основные сельхозрегионы страны находятся под прицелом. Там несколько недель к ряду, то обстреляют территорию, то снаряд какой-нибудь шальной залетит, то еще какое-то не слава богу случится, а Владимир Великий рекордными осенними урожаями хвастается, или мы с вами чего-то не знаем. Или слухи о вывозе, читай в воробстве зерна, сами знаете откуда, вовсе нет слухи. Я так просто варианты сейчас накидываю, ну а мы начинаем. Продолжаем набирать обороты. Росстат сообщил об ускорении инфляции в апреле до 17,83%. Не поняли тогда еще раз. Росстат государственная структура сообщил о том, что инфляция в скреп державе ускорилась. Если кто-то не знает, что такое инфляция, перевожу это обесценивание национальной валюты. Так вот за апрель наша национальная валюта обесценилась почти на 18% в годовом выражении. Пока все понятно. А вот теперь я хочу задать главный вопрос. Нам больше месяца. Из каждого утюга рассказывают о том, что рубль укрепляется. Более того, президент Путин на прошлой неделе назвал наш деревянный самой стабильной деньгой в мире. Кто забыл, я напомню. На фоне рекордного положительного сальда внешнеторгового баланса укрепляется и курс национальной валюты рубля. В текущем году он демонстрирует, наверное, лучшую динамику среди всех валют мира. Объясните мне, как одно с другим монтируется. Рубль укрепляется. Рубль самая стабильная валюта. И в то же время инфляция рубля ускорилась до 18%. Ребята там покурили чего-то несвежего. Ну серьезно, у меня все чаще закрадывается мысль. Кремлевские политтехнологи сплошь наркоманы или алкаши. Как такую ересь можно писать, тем более для президента. Они ж его по смешищам на весь мир выставляют. Вы удивитесь, но выступления Путина не только ватные бабушки по ящику слушают. Его слушают иностранные журналисты. Его слушают иностранные чиновники, причем чиновники очень высокого ранга. Делают выжимки, затем эти выжимки ложатся на столы главам государства. И что же там? Вот это бредятина. Друзья, они же его превратили даже не просто в посмешище. Они из него неадеквата делают. Да дорогим Леонидом Ильичем так не смеялись даже над поздним пьяным Ельцином. А на кормчего все чаще как не посмотришь, думаешь, е-мое. Здравствуйте, это Клепа. Вот потому что, ну потому что, потому что потому. С другой стороны, чего я удивляюсь? Ну они же сами рассказывали, пропагандисты, которые с Головнюком непосредственно общаются, те, что из пола. Сначала пандемии их в бункере. На передержке маринуют неделями, а то и месяцами от нечего делать заворотник. Закладывают с завидным постоянством. Вот, видимо, наклюкаются и айда, спичи, речи для хозяина рисовать, который по доброте душевной все это бездумно транслируют в массы. Ладно. Это реальная журналистика. Нет повода без повода. Тема сегодняшнего выпуска. Поехали. Современный мир неразрывно связан с высокими технологиями. От использования смартфонов до мониторинга полей при помощи дронов. Айти-специалисты нужны в любых отраслях экономики. Айтишники хорошо зарабатывают, а льготная ипотека и отсрочка от армии добавляют ощутимых плюсов. Если вы хотите войти в профессию, но не знаете, с чего начать, то новый курс от Skill Factory «Надежный старт в Айти» поможет вам в этом. Курс рассчитан на новичков. Он убирает риск неправильного выбора профессии и потери денег. Сначала вы пройдете профориентацию, где в течение двух месяцев узнаете особенности каждой специальности. И что важно, попробуйте на практике 9 наиболее востребованных профессий в Айти. После профориентации вы сможете выбрать подходящую профессию и изучить это направление, приобретая крепкие навыки и глубокие знания. Обучение происходит онлайн, и это удобно. Не придется отрываться от основного рода занятий. На всех этапах вас будут поддерживать опытные менторы, которые являются действующими специалистами в ведущих Айти-компаниях. Средние зарплаты Айтишников выше, чем у кого-либо. Специалист мидл уровня получает от 200 тысяч рублей. Кстати, у Skill Factory есть карьерный центр, который поможет в подготовке резюме и даже с дальнейшим трудоустройством. Вы сможете работать как в России, так и за рубежом. Все зависит только от вашего желания. А еще у Skill Factory стабильно высокие отзывы на разных площадках, так что, может быть, пора уже становиться специалистом, за которым охотятся топовые компании. Переходите по ссылке в описании, записывайтесь на курс «Уверенный старт в Айти» и получайте новую, востребованную профессию. А по промокоду «Журналистика» скидку в 45% на обучение. Дерзайте! Знаете, вот нас, критически настроенных журналистов, блогеров, нередко обвиняют в том, что грязью представителей власти полевая был неправильно, а это нельзя так. Непростые времена переживаем, наоборот, сплотиться надо вокруг благодетелей, хотя бы ненадолго уж потом. Когда все закончится, критикуйте сколько душе угодно. Однако я, с вашего позволения, хотел бы вот в этом месте возразить, господа пропагандисты, господа чиновники и прочие не очень умные люди, верите, нет, но после моей критики даже самый дурацкий поступок кого-то из представителей власти не выглядит таким уж дурацким, а вот после вашей похвалы, после ваших идиотских статей и сюжетов по телевизору, там места для маневров не остается. Господин Лавров, разрешите вопрос от представителей иностранных СМИ? А нас не пустили. Сказали, что по вашему поручению. То есть Сергей Лавров буквально только что нам нахамил. Ну вот он, яркий пример из последнего, с павлинами поговори. Это Министерство иностранных дел, дипломаты, блин. Работа этих людей, по сути, заключается в том, чтобы сглаживать острые углы, чтобы разруливать острые ситуации, именно дипломатическим путем нравится, не нравится у тебя работа такая, натянуть улыбку на уши и отвечать, в том числе иностранным журналистам на их вопросы, еще компромиссы может быть. А как поступают господин Лавров и его хабалистая Маша-алкаша именно? Понимаете теперь, почему мы в конце концов оказались там, где оказались? Осознаете, почему ни одни из последних переговоров успешными для России не стали? Историей еще про одну чиновницу хочу вас порадовать Светлана Бондарчук. Заместитель руководителя Федеральной налоговой службы в буквальном смысле стала героем прошлой недели, героем в кавычках, естественно, короче. 13 мая коммерсант опубликовал статью, как высокопоставленная чиновница попалась на удочку «Внимание телефонных мошенников». В общем, женщине позвонили неизвестные, представились сотрудниками службы безопасности банка и предложили защитить вклад от несанкционированных транзакций путем ряда нехитрых операций в телефоне. В итоге мадам сама сняла со своего счета сумму в 1 и 2 миллиона рублей, передала эти деньги жуликам. Я старалась, вы слышали? Как такое может быть? Это зам руководителя Федеральной налоговой службы работает там. С 2011 года занимается, вдумайтесь, выполнением поручений президента и правительства РФ и «Здравствуйте, мы из службы безопасности банка приколов, не могли бы вы нажать несколько кнопочек на своем телефоне?» Да, конечно, минус лям 200. И ведь такие люди работают в нашей стране на ответственных должностях, а в реальности чужое место тетя занимает, чего там свое сберечь не может. Как малолетку развели, как она наша-то сбережет. Сейчас хотя бы становится немного яснее, почему половина золота валютных резервов ЦБ оказалась на зарубежных счетах. Перед самым началом спецоперации эти деньги у нас арестовали. Ну и на сладкое многие уже слышали. Компания «Сименс» объявила о своем уходе из России. Данное сообщение прозвучало в конце прошлой недели. В минувший же понедельник представители российской власти вырубили ответочку. В виде не менее громкого привета, Петербургский арбитражный суд постановил забрать активы «Сименса», а также оборудование, необходимое для ремонта высокоскоростных поездов, таких как «Сапсан-Ласточка». Все это будет передано РЖД. Подмосковье то же самое. Губернатор Воробьев объявил, что меньше чем через месяц откроются «Макдональдсы» под другим брендом, потому что там работают наши люди, тысячи, тысячи, может быть, больше десяти тысяч людей. Нам что с ними делать? Вам не нравится чего-то? Вы не хотите работать? Вы не хотите зарабатывать? Мы скучать не будем. Нам и без вас хорошо. До свидания. Справимся, разберемся. Знаете, часто слышу вот эти вот рассуждения, ну рано или поздно все равно ведь все закончится и вернется на круги своя. Компании, ушедшие из России, придут обратно, все станет как прежде. Нет, друзья, уже не придут, уже не станет. Да и кто захочет с нами после такого иметь дело? С новой Россией, в которой ЦАП-ЦАРАП стал частью государственной политики на самом высоком уровне? Мы же как сомалийские пираты. Ах, вы что-то там возражаете? Тогда мы у вас бизнес отожмем. Кто захочет так рисковать? Конечно, Шариковы сейчас скажут, это же ответ на санкции. Не мы первыми начинали, неа. Поскольку санкции вводят государственные институты о компании, которые сегодня в России дербанятся, частные и вся планета в курсе, что мы ведем себя как гопники из подворотни. Впрочем, об этом поговорим в следующих выпусках. Пока же переваривайте услышанное. Это была реальная журналистика. Подписывайтесь, проверяйте подписку. Кстати, ссылка на наш телеграм в описании. В соцсетях тоже жду. В друзья добавляйте темы, предлагайте. Поднимем, обсудим. Все, пока. Пока.